Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы с вами следим за всеми событиями, которые происходят вокруг нас, в нашей жизни, но не забываем и о творчестве, о том, что делает нашу жизнь не такой грустной иногда, не такой печальной в связи с последними событиями. Мы с вами верим только в лучшее, только в самое хорошее. Нам в этом помогают наши замечательные гости, которые приходят сюда в студию. Ну и, конечно же, не забывайте, что это год особенный, год 75-летия Победы. Вот обо всем, что связано и с войной, и связано вообще с отношением городского округа Люберца в том числе, мы говорим сегодня с Тамарой Петровной Варвариной, которая проработала много лет корректором в издательском комбинате в НИТИ. Ну, скажем так, я понимаю, это какое-то отделение, да, здесь, в городском округе Люберца. Здравствуйте, Тамара Петровна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы пишете стихи. Вот есть поэты, которые как бы этим зарабатывают деньги, то есть это их профессия. А вот вы, как вы стали поэтессой, почему вы решили писать стихи? Вы знаете, в школьные годы я стихов не писала. Может быть, потому что никто в школе, в классе стихов не писал. Я бы обязательно попробовала тоже, но не было. Как, про любовь даже не писали? Ни про что. А вы что? Даже я писал, 18 лет что-то у меня было. Представляете, никто не писал. Так. А потом лет 19-20 чего-то пришла строка. Я попробовала. Ой, как все ложится легко, даже лучше, чем проза. Я начала писать стихи. А прозу, я так понимаю, тоже пробовали писать? Нет, не пробовала. Нет, проза у вас была в работе, потому что корректно. Ну да. А вот как интересно бывает в жизни? Люди пишут стихи, некоторые заставляют себя это делать. И если взять 60-е годы, потом вторая волна 80-е годы прошлого века, когда была хрущевская отепель, потом появляется бардовская песня, огромное количество людей, которые просто стихи пишут, какой-то такой глоток свежего воздуха. Помимо этого появляются еще именно представители городского романса, как тогда говорили. Сейчас это нас шансоном чаще называют. Ну а стихи кладутся на музыку и так далее. В чем принцип? Люди некоторые пытались писать стихи, у них ничего не получалось. А к вам, получается, стихи сами сверху, что ли, пришли? Кто вас заставил писать стихи? Вы знаете, как я написала первые строки? Я проводила своего парня в арню, пришло письмо. А что писать? Проза. Ну что, ну одно и то. И вы решили... Ну и пошли строки, и пошли, и пошли. И с тех пор я попробовала письмо стихами. Так. И все. Там, чем это уже сатирическое про кого-то. У меня прям пошло, как будто открылась какая-то страница. А скажите, вы когда писали стихи, ну понятно, что есть рифма. Помните, есть была такая игра «Буриме», когда, да, рифмы набрасывают, и просто человек, который пытается что-то в стихотворном стиле придумать. Но ведь существует, вы как корректор, безусловно, знаете, какие-то стили, там, ямп, хорей. Никакого стиля у меня нет. Я не знаю, с чем я пишу. У меня разные рифмы идут. Я вот возьму первую строку, если... Так. Оно в стихотворении так и идёт. Ага. Уже из другого стихотворения сюда строку не поставили. То есть каждое стихотворение в своём стиле, да, в своей стилистике? Да, 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 у меня вот так. А как... Да, ещё такой вот вопрос, он традиционный, не все его любят, особенно люди творческие. И всё-таки, как вы пишете? Вы заставляете себя или как-то сверху падает откуда-то? Вы знаете, мне кажется, падает сверху. Я могу вот лечь спать. Так. Бац. Ага. Как я говорю. Пришло. Хватаю карандашочку, добегу до кухни. И пошло, поехало. Ну это как, одну строчку вы пишете? Или прямо иногда всё стихотворение? Оно пошло, прям сразу пошло. Как будто кто-то вашей рукой вводит. Вот как будто меня вот... То есть, получается, первое стихотворение вы написали своему парню в армию. Да. Правильно? Это можно так отчитывать. Да. И за то время, которое прошло, сколько вами сейчас уже написано стихов? Или когда вы начали писать стихи, но уже, так скажем, осознанно? И при этом я так понимаю, что вы всё-таки глобально не издавались. Всё то, что вы писали, это не издавалось, да? Это для друзей, для родных, для близких, да? Да, да, да. И получается, что вы когда-нибудь подсчитывали, а сколько стихотворений вы написали, количество стихотворений? Нет, ну, 200-250 у меня есть точно, у меня многое. У меня стихотворение написано о войне, о родине. То есть патриотическая тематика? Патриотическая, детская. Ну, о любви, конечно. Ну, а как же без любви? Без любви-то никак. О любви, о природе. А вы читали эти стихотворения, ну, я так понимаю, на каких-то праздниках у себя дома, да? Я эти стихотворения вот в настоящий момент читаю со сцены, это ДК, Гагарина, 19. Это вот когда концерт идёт, я пару стихотворений своих читаю. Ну, залу нравится, аплодисменты нравятся. Даже показывают вот так. А вы чувствуете, да, вот зал, когда реагирует на ваш? Одно дело, когда вы пишете, да, как вы говорите, оно приходит, а другое дело, когда вам аплодируют, да? Да, зал встречает очень даже активно так. Нравится всё. И любовь, и военные нравятся. Но детские я не читаю, потому что это для детей я пишу. Ну, хотя детские тоже бывают, знаете, у нас сколько знаменитых поэтов, которые, на стихах которых мы учились. Так что можно иногда и детское почитать ради интереса. Ну, можно. Есть такие, можно и почитать. У меня детские, эти патриотические стихи. А как вы считаете вообще на сегодняшний день вот жанр поэзии, да, она возвращается? Ведь какое-то время поэзия была уже, ну, не столь популярна, как опять же в те же 60-е, 70-е, 80-е. Я считаю, что возвращается. Всё-таки сейчас и бардовские песни. Вот у Библиотека Есенина у нас здесь в Люберцах, да? Выступают барды, исполняют свои песни, возвращаются всё-таки. И у нас вот был в ДК, вот здесь в Люберцах, вдохновение. Мы собирались поэты, писали стихи, разбирали, корректировали. Вот как приносили, вот написала стих с Аренью, да, пока я. Приносили, ну, там сколько, 4-5 страничек раздавали, чтобы, вот можно на слух, нормально, а когда смотришь глазами, уже видишь, что здесь не так. Вот. У нас это был, у нас вел Рыжиков Иван Батильевич. Сейчас его нет, он 96 лет, умер. Талантливый поэт. Не раз, кстати, его творческие люди вспоминали здесь у нас в программе. Да. Талантливый поэт, у него много сборников, у него наград полно. Ну, вот его творчество хотят приравнять к творчеству Твардовского даже. Ага. Вот так вот, он такой знаменитый у нас. А вот скажите, когда действительно поэт, который печатался, который издавался, вот когда он читал ваши стихи, он что-то вот говорил вам, знаете, как... Ведь очень легко обидеть человека, сказать, ну, у вас стихи хорошие, но вот то-то-то недостатка. А вот если мне сказала одна женщина, стихи ни о чём. Я просто так это всё не оставляю. Я пришла, взяла ручку и написала стихи о войне. Лихолетие войны. Ну, давайте послушаем. Лихолетие войны. Лицкого горя вал девятый Нахлынул в сорок первый год. В нём слёзы, кровь войны проклятой Ценой жизни шли вперёд. Ещё в июне мирно жили. Внезапно грянула война. Мы вероломство не простили. И поднялась на бой страна. Почти полгода отступали. Москва врагу была нужна. Могилы братские вздыхали. Земля от кровушки красна. Война страшна. Плодилось горе. Сироты, голод, боль людей. Нам солоней казалось море. От всех невзгод страны моей. Мечта врага – Москву под воду. А нас цепями заковать. Но отстояли мы свободу. Сплотились кремнию под стать. И подмосковный луч победы Полки к Берлину вёл вперёд. Душой помолодели деды. К победе дням пошёл отсчёт. Девятый вал смертей у Хабы. Величу Гитлера капут. А покорил он пол Европы. Не знал, что от Москвы попрут. Четыре года, будто вечность. Война похитила покой. В душе и боль. И неизвестность. До смерти всем подать рукой. Все эти годы в страхе жили. Утих войны девятый вал. Фашизм ужасный разгромили. Ценую жизни мир настал. Май сорок пятого. Победа. В глазах и радость, и печаль. Пропахла порохом природа. Пролитые кровушки. Так жаль. Спасибо, ты и ветераны. За то, что без цепей живём. Болят войны прошедшие раны. Беда входила в каждый дом. Мы трепетно цветы возложим Бойцам священной той войны. Защитников забыть не сможем. И памяти о них верны. Поднимет меч, кто на Россию Погибнет от того меча. Врагов к себе мы не просили. Гори, победная свеча. Вот это уже даже не стихотворение. Больше похоже на даже такой гимн какой-то своеобразный. Во второй части у нас скоро небольшой будет перерыв. Во второй части мы более подробно поговорим о войне. А сейчас я хотел обратиться к вашей книжке. Вот где вы сейчас стихотворение читали? Вы берёте тетрадь и прямо в неё выписываете? Как работа ваша идёт? Вы знаете, у меня тетрадей, вот бумаг, вот столько лежит, целые типы. Я написала, потом что-то пришло ещё. Начинаю перейти. Может быть, я даже поэтому не издаюсь. Потому что я начинаю писать «Беловек», думаю, потом отдам печаль. У меня опять черновик, у меня всё зачёркнуто, переделано. И вы решили переписать уже? Вот сейчас я решила, думаю, сделаю всё на числовой, и всё равно я тут что-то опять... Есть уже желание что-то... И всё равно уже опять что-то вставляю, что-то скорректировать. Скорректирую. Скорректирую всё равно что-то вот так. Хорошо. Прежде чем мы сейчас идём на перерыв, скажите, пожалуйста, а вот у вас как происходит? Стих за стихом идёт? Или бывает как-то напишите стихотворение, а потом какая-то пауза? Ну, муза, когда к вам приходит? Вы знаете, мне бывает... Ну, это нечасто. Я могу два-три стихотворения писать за день. За один присед, что называется? Могу несколько месяцев ничего. Ага. А потом что-то вот... Вот даже другой раз читаешь газету, слово какое-то одно. А от этого слова какой-то взрыв, толчок. И пошло. И пошло в дело. И пошло в дело, да, и пошло стихотворение. Понятно. Ну что, во второй части мы поговорим на тему, посвящённую 75-летию Великой Победы. У нас в гостях сегодня Тамара Петровна Варварина, поэтесса и человек, который появился на свет в 1942-м, я так понимаю, году, как вы сказали. Мне сказали до эфира. И мы вот узнаем, как это происходило. Потому что это военное детство, дети войны. Совсем скоро вернёмся в программу «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Сегодня у нас в гостях Тамара Варварина, поэтесса по профессии корректор. Кстати, я так понимаю, вы ещё и в текстильной промышленности успели поработать. Да, я чумана на текстиль. Да. Вот сейчас у нас будет тема, посвящённая войне. Прежде чем мы прям сквозь вашу жизнь, да, как эта война проходила, вы нам расскажете. Скажите, вот 75 лет Победы, что для вас это? Что это за дата такая? Вы знаете, это великая, конечно, дата. Много сделано в стране. Страна после войны, как я помню, в свои детские годы находилась, ну как, в упадке, можно сказать. Надо было восстанавливать всё хозяйство. Всё сначала надо было начинать. Всё начинать с начала. Разрушено заводы, города, дома, инвалидов сколько вернулось, сколько не вернулось, дети-сироты, ну горе. Но народ наш всё-таки сильный дух, народ. Всё это восстановил. Я помню, в деревне у нас до войны было 40 с лишним домов. После войны осталось 11 домов. То есть всё погорело. Что ещё? Колхоз. Мама работала в колхозе. Уходила ранним утром. Приходила поздно ночью. Я её, можно сказать, не видела. Труд был. С утра до вечера почти круглые сутки. И, конечно, очень жаль, что платили там продуктами. Ну сколько-то мешков картошки, сколько-то зерна. Ну, можно сказать, за палочки, за трудодни работали. За трудодни, да. Ну, задаром, можно сказать. Ну, не задаром, но надо было восстанавливать хозяйство. Вы знаете, и народ не роптал. Шли как вот надо, значит, надо. И восстановили. И восстановили, да. И получилось всё. Вот так вот. Хорошо. Но сейчас мы перейдём к следующей странице нашей программы. Я знаю, что вы много стихотворений написали, посвящённых так или иначе теме войны. Да. Вот расскажите, вы появились на свет именно на второй год, получается, войны, да, в январе 42-го года. Полгода прошло только. Да, полгода даже прошло. Только войска начали, начали с наступления. Полгода, да. Наступление первое было 6 декабря. Да. От Москвы погнали, да. А это 25 января. Уже немцев гнали. То есть они когда были, когда они были в нашей деревне, они уже отступали. Они в нашей деревне находились недели две с половиной, две там, вот я точно не могу сказать сколько. Что вот в деревне... То есть вы появились на свет, когда немцы оккупировали деревню, правильно? Да, мама меня рожала дома, и немцы были. Всё прошло, было получено. Никаких каких-то таких вот что-то... Опасности не произошло с вами? Опасности, ничего не произошло. Всё прошло нормально. Вот. А в соседних сёлах жгли сёло? А в соседнее село, вот, ну, не знаю, мама говорила, 7 километров, сколько там, не могу сказать. Всё село, деревню уничтожили всю. Всех жителей уничтожили. Прошёл карательный отряд. Это вот так говорили, я сама не знаю. Так, и вы появились на свет, и эта война, это январь. И немцев начинает гнать от Москвы. Да, вот что я расскажу, какой был такой эпизод. Когда мне было, может быть, несколько часов, может, там день, немецкий солдат завёз мотоцикл в дом, из бабы деревни называлась, и начал его прогревать. Потому что мороз был в этом времени, 43. То есть выхлопной газ дом начал заполнять. Мне бы там ещё чуть-чуть, и всё бы. И я бы, ну, газовая камера была бы. Но забежал, как мама говорит, в погонах, при погонах, она говорит, и тут что-то начал ругаться, и тут же мотоцикл вывезли на улицу. И жизнь моя была, и мама спасена. Вот такой был. Всё-таки люди разные. Вот разные люди. Один такой, это два полиса. Да, два полиса. Что ещё? Вот соседняя деревня, Валуйки, у меня подруга, мы сейчас вот живём вместе с ней в Люберцах, ей было три месяца, но она-то оплакала, но немцу она помешала спать, он бежал, схватил её за ноги и хотел о пол ударить. Мама, это Галя, подруга моя, схватила девочку и убежала к соседям. Вот тоже, пожалуйста. Вот как, вот ребёнок, ну, он мог его вот убить. А так вот, расстрелов массов у нас не было в деревне, чтобы там кого-то вот пытали, может быть, потому что они отступали. Не до этого было, наверное. Да, наверное. Паника, как мне двойная сестра говорила, когда начинали вытекать уши, они так волновались, так бегали, так прямо вот отрубь их брала, говорят, у меня даже такое стихотворение здесь правильно написано, отрубь брала врага. А что мы сейчас... Давайте прочтём с вами какое-нибудь стихотворение. А так, какое же... Давайте. Что вы для нас подготовили сегодня. Очень интересный рассказ, потому что вот... Угу, сейчас посмотрим. Будет у меня ещё стихотворение. Давайте. Как называется? Второе поле Куликовое. Угу. Второе поле Куликовое. Победа наша под Москвой. Смерть шила с савана суровая и грянула жаркий ратный бой. Декабрь. Мороз трещал за сорок. Погибли птицы на лету. Как до Берлина путь был долог. Шёл бой за метр, как за версту. А души нашего народа умом фашистам не понять. На помощь к нам пришла природа. Враг от Москвы повернут вспять. Хотел Москву загнать под воду. С ухмылкой шлюзы открывать. Не понутру всю то народу смиренно на колени встать. Вновь было поле Куликовое. Победа лучше, что от Москвы. На нас был поднят меч, не новая. В боях враги побеждены. Нас Богородица хранила в боях тех схватках роковых. Шла от народа месть и сила. За весь союз сороковых. А зов к победе постоянно. Как молотом стучал мозгом. Солдатам снились непременно. И в снах удары по врагу. Бил шквал огня. Катюши выли. Оторбь брала врага. Ценой кровавой победили. Война прошла. И вот победа. Всем было страшно на войне. В ней каждый пороху отведал. Ковал победу всей стране. Все глуше. Звон медалей глуше. И тише ветеранов шаг. И в праздничном победном марше. Бессмертный полк и красный флаг. Господь хранит мою Россию. Июльца колокольный звон. Он придает народу силу. Нас низкий. Господу поклон. Да. А вот сколько работа над таким стихотворением может продолжаться у вас? Ну, я не знаю. Вы знаете, я могу за раз написать. Вот сел за один приседств. Ну, а потом работаю. Я смотрю, могут быть ошибки. Рифма на рифма. Ну, я где-то могу поострее слово подобрать. Такое есть. И не то, что я написала, и все. Я вот смотрю, что вы даже читаете так по-особому. У вас появляется какая-то другая энергетика. Вы прямо вот слова так произносите очень четко, конкретно. То есть, ну, как, наверное... Потому что, знаете, говорят, что некоторые поэты не умеют читать свои стихи. У вас получается. Вы знаете, я сначала, когда начинаю читать, первый раз читать, вот это было в школе, меня попросили. Мы ходили в школу, патриотическое движение, это в Люберцах. Я начинаю читать стихи, у меня голос дрожал, я волновалась. И как-то... А потом, сейчас вот читаю со сценой, но беру с собой все-таки... Нет, обязательно. Потому что я уже уверенность, я знаю, что я так не волнуюсь, а прочитать прочитаю. Вы знаете, автор, который читает свои стихотворения, имеет право даже их забыть, потому что он сам их написал, сам придумал. Вот если читать чужое что-нибудь и забыть, это не очень хорошо. Автор имеет право на это. Вот теперь давайте поговорим о другой книге, которую вы мне показывали, которая называется... Давайте я покажу сейчас нашим телезрителям. Книга называется «Детство опалено войной». Выпущено оно общероссийской общественной организацией, Люберецким отделением «Дети войны». Я так понимаю, что не очень, правда, большим тиражом. Вот там посмотрите, да, там Галина Сергеевна Аринина, вот там полистайте еще. Да, да, да. Пару листочек, пару страничек. Да, Москва, 2015 год. 70-летие победы. Да, 70-летие победы. Расскажите нам об этом сборнике. Что это вот за сборник такой? Ну, в этом сборнике дети войны пишут свои воспоминания о войне. Как было тяжело, сколько слез, сколько потерянной крови, голод, холод, разруха. Все дети видели. Находились, некоторые были вот прям за секунду до смерти. Вводили на расстрел от Белоруссии. Вот здесь написано, женщина пишет, Лариса Кожемякина пишет об этом, что вот прям вот ставили все обица, село ли там, что там, деревня, я не знаю, у них было, мама там, и дети, и все, вот уже нацелены стрелять. Потом отпускали. Отпускали, да. Вот так вот. Издевались-то? Держали в страхе. Страхи. Вот так. А скажите, вот, и я так понимаю, нашлось большое количество людей, которые тоже пишут стихи на тему, на военную, и получился целый сборник, да? Ну да, но здесь в основном проза, пишет проза, чтобы... А у вас стихи и стихи? Ну есть и стихи, да. Ну а я лучше пишу в стихах, чем проза. Я так понимаю, вы там тоже опубликованы, в этом сборнике. Да, вот. А что у вас там за работа? У меня, сейчас я вам покажу. Мы рожденные в годы войны. Мы с Галей, подругой, и дети войны, Богородицей свыше, тогда с Питиным. Покров растелала она над бедой, Иначе не жили бы сейчас мы с тобой. По Золоколамска мы родились тогда, Грозила нам смерть, нависала беда. Ноябрь, в сорок первом она родилась, Всем жизнь непростая в сердцах отдалась. А я родилась в январе, Шел здесь бой, Могли бы не быть мы подруги с тобой. Вблизи от Теряева были бои, Там в мае у речки поют соловьи. Галина с Валуек, с Рахманова я, Идем рука об руку с ней и друзьям. А остались войну ту, мы чудом живы, Как нечисть болотная фрицы ползли. Родилась я в коморке в страшные дни, Мать Галя ютилась в чулане, с детьми. Заплакала Галя, к ней фриц подскочил, За ножку поднял, а потом отпустил. Сказал, ухмыляясь ей, Матка, капут, Часть жизни осталась отрезанной тут. Но мать, как тигрица, схватила её, Мгновение убежала к соседям жильём. По Божью велению осталась жива, В войну беда шла к нам ни раз и ни два. Налёта в землянках скрывали все мы, А родители видели жуткие сны. – Как победу встретили? Как помните что-то? Или первые уже годы, когда вы воспринимали мир, как к победе относились, когда вам было лет 5-7? – Вы знаете, когда закончилась война, мне было три с чем-то. Конечно, я ничего не помню. – А вот потом? – А потом, что в моём детское такое вспоминание – небо освещали прожигаторам. – Ну вот как я победу воспринимала? Возвращались с войны, уже возвратились. Ну, отцы, да? Ну, я завидовала, у кого отцы были. Мой папа был комиссован и умер дома после войны. Нет, он до войны не дожил. Не дожил, он в 44-м году умер. Вот, как ещё мы? Ну, всё равно жили мы ещё тяжело после войны. Хозяйство восстанавливалось. Но уже радость. Школу, когда ходили дети, ну как, у нас деревня была школа, Рахмановская начальная школа. А дети были, ну, бедные все как-то. Но все были такие дружные. – Ну, время такого было, потому что надо было все вместе восстанавливать. – Да, мы там вот прям были дружные все. Ну, как вот, победу уже не помпят, уже не ждём, что… – Уже жизнь. Уже жизнь. – Да, уже жизнь. – Ну, и последнее стихотворение, которое мы сегодня хотим услышать в программе, оно посвящено, я так понимаю, бою, который проходил прямо вот в вашей деревне, да? – Ну да, это вот мама вернулась на могилу своему сыну погибшему. Ну вот я сейчас прочитаю стихотворение. – Давайте. – Военные годы минули, военные годы минули. Не все возвратились домой. Погиб муж от вражеской пули. Надежда жены – он живой. На сына пришла похоронка. От дома за тысячи верст. В далёкой России сторонка. Сон вечный его бережёт. Мать с родины детства земли горсть С собою сынку привезла. В той горске и слёзы, и нежность С тревогой к могиле пришла. Землицу скорбя высыпает На холмик, где сын видит сны. Наш мир никогда не забудет Священной кровавой войны. Ручей слёз, песок орошая. С печальных катился очей. Боль в сердце вошла неземная. Не будет сынка теперь с ней. И всё же надежда витала. Быть может, ошибка. Не он, фашизм, как могла, проклинала. К погибшим, придя на поклон. Домой возвратилась старушка. Ей от роду сорок всего. От слёз намокает подушка. Мать ждёт всё сынка своего. Война, кровь и горе людское Скорбит с этой женщиной дом. Ночами предобразом стоя Себя осеняет крестом. И просит у Господа Бога Спасти от грозящей беды Война для всех В пропасть дорога, А мир в воплощении мечты. Тамара Варварина, автор стихов. Спасибо вам большое за то, что пришли в нашу программу. Это был «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова